Друзья, криптомир не стоит на месте, и сегодня в видео вы узнаете, как Илон Маск пампил Шиба-Ину на 50%, как Док Вон снова обещает всем успех Луна, власти Китая снова взялись за бан криптовалют, а биткоин ETF стал инструментом для медведей, чтобы дампить весь рынок. На самом деле у Илона Маска все далеко не так хорошо, как хотелось бы, или как мы можем себе представить жизнь самого богатого человека в мире. Если раньше насчет того, что Тесла прекратит набор нового персонала и сократит часть текущего, просто ходили слухи, то теперь миллиардер подтвердил это лично. Он опасается скорой рецессии в экономике США и рассказывает, что ряд заводов Тесла сейчас работает лишь на небольшую часть своих мощностей из-за недостатка полупроводников и других комплектующих из-за сбоев в мировой логистике. Но вот что касается сделки с Твиттер, там все неплохо, и совет директоров социальной сети единогласно поддержал поглощение ее Илона Маском за 44 миллиарда долларов. Теперь это решение должно быть поддержано на совете акционеров, и вряд ли они будут против, потому что именно с их подачи совет директоров вообще пошел на данную сделку, а акции Твиттер за последние 12 месяцев упали на 42%, стоят всего 38 долларов, а Илон Маск предлагает заплатить за каждую сразу по 54 доллара. Лишь бы у Илона хватило денег, ведь акции Тесла выступают главным источником финансирования, и с начала года они в просадке на 40%. Поэтому он и устроил всю эту историю с фейковыми аккаунтами, надеется получить скидку. Но рынок криптовалют мало интересует финансовые подробности, тут главное своевременный хайп. И когда стало известно о согласии совета директоров Твиттер на продажу, цена Дуги Коин в моменте прибавила почти 17%, а от своего локального дна он вырос на 41% на слухах о будущем добавлении в социальную сеть платежей в криптовалюте. А вот вторая по капитализации и первая по известности мем-криптовалюта Shiba Inu выстрелила сразу на 48% за день. И хоть Илон Маск нигде за последнее время ни разу не упоминал Shiba Inu, но эта монета умеет ловить хайп и полностью воспользовалась данным поводом. Я не даю финансовых советов, но сам не жду продолжения роста по Shiba Inu, при условии, что биткоин останется в своем текущем состоянии. На медвежьем рынке пампы на новостях быстро заканчиваются. Можете перейти в наш канал в Телеграм по ссылке под видео. Там опубликовал выдержку из интервью Илона Маска, где он рассказал, какие криптовалюты купил он сам, Тесла и SpaceX. Есть там и про Доги Коин. Жду всех в Телеграм и идем к следующей теме. Дальше расскажу про дела у криптовалюты Луна. Речь пойдет про перезапущенную сеть Terra 2.0, которую многие сторонники старой Луна, которая теперь называется Terra Classic, именуют никому не нужным скамом. Основатель Луна, Дог Вон, дал интервью в Wall Street Journal, в котором рассказал о собственной вере в будущие перспективы новой Луна. Он указал на то, что проекты запускаются в новой сети, и это должно дать свой результат. Приведу цитату. «Я глубоко уверен в том, что мы сможем стать сильнее, чем были. Многие разработчики находятся в процессе перезапуска своих приложений в новой сети». Что же касается обвинений в том, что Дог Вон заработал на всей истории с Луна порядка 2,7 миллиардов долларов, то он еще раз все опровергнул и добавил насчет начатых в США и Южной Корее расследований, что компания будет себя защищать, и там не было никакого мошенничества. Дог Вон вообще утверждает, что на этой истории он все потерял, и старался до конца оставаться честным и боролся за проект. Дальше снова цитата. «Я уверенно делал ставки и уверенно поддерживал ЮСТ, потому что верил в его устойчивость и ценностное предложение. Я проиграл ставки, но мои действия на 100% соответствуют моим словам. Есть разница между неудачей и мошенничеством. Было бы странно, если бы Дог Вон признался в том, что он вывел деньги из системы. Изначально Луна была пирамидой, поэтому верить ему на слово не очень хочется. Ваше мнение пишите в комментариях. А я покажу вам, что с момента перезапуска сети Луна, цена нового токена все время падала и уже опустилась до 2 долларов. Мое мнение, что Дог Вон может быть оптимистом касательно своего проекта, а может просто так всех подбадривать. Но пока у новой Луна нет какой-то конкретной фишки, почему инвесторы должны поверить в проект. И те проекты, что сейчас запускаются, пока не генерируют данную ценность. Что будет дальше с Луна? Не ясно. Но я точно знаю, что у меня для вас есть еще важные новости насчет Bitcoin ETF и Китая. Вот что хочу обсудить с вами насчет Bitcoin ETF. Вы точно помните, как осенью прошлого года в ожидании запуска первого фьючерсного Bitcoin ETF в США цена первой криптовалюты установила рекорд в 69 тысяч долларов. Теперь же в качестве нового драйвера роста все ждут первый спотовый Bitcoin ETF в США, которым собирается стать крупнейший в мире криптофон Grayscale, на балансе которого более 643 тысяч биткоинов. Но пока это лишь планы. А реальность такова, что в мире уже существуют спотовые ETF на биткоин в Канаде и Австралии. В Австралии они не получили большой поддержки, и объемы торгов там минимальные. А в Канаде такой фонд накопил почти 50 тысяч биткоинов. Но в результате недавней распродажи его балансы упали почти на 50% всего за один день. Это важная статистика, которая показывает, что рынок еще пока не готов к спотовому биткоин ETF, и называть его главным драйвером будущего роста пока преждевременно. А тем временем появился обратный ETF на биткоин от компании ProShares. На второй день торговых объемы достигли 35 миллионов долларов и выросли на 380%. Пока не критично, но тенденция плохая, потому что обратный ETF – это фонд, через который можно шортить биткоин. То есть крупные кошельки с Wall Street получили еще один инструмент, чтобы дампить рынок криптовалют. Друзья, кто запутался в спотовых, фьючерсных и обратных ETF, в ближайшее время опубликую пост в Telegram с разъяснениями. Ссылка под видео. Подписывайтесь и двигаемся к финалу. Итак, сразу два бана от Китая. Хотя в этот раз пока рынку не страшно. Цены уже слишком низкие, чтобы обращать внимание на новый фуд. Первый – это блокировка аккаунтов в самой популярной китайской социальной сети WeChat, которые предлагают любые услуги с криптовалютами и NFT. Напомню, что после того, как Китай в очередной раз запретил торговлю криптовалютами, рынок не умер, и население страны нашло новый выход, в том числе через личные сделки, о которых договаривались по WeChat. И сразу после того, как торговать криптовалютой снова стало проблематично, выходит очевидная заказуха в китайских СМИ о том, что цена биткоина упадет до нуля. Давайте процитирую. В будущем, когда доверие инвесторов рухнет, или когда суверенные страны объявят биткоин незаконным, он вернется к своей первоначальной стоимости, которая совершенно бесполезна. Почему власти страны снова вспомнили про биткоин? Ответ на поверхности. В китайской экономике большие проблемы и реальный долговой кризис, особенно в сфере недвижимости. Там реально за новые квартиры застройщики уже согласны брать оплату пшеницей. Рынок китайских акций был раздавлен государственным регулированием, и у людей оставалось одно направление инвестирования – это криптовалюты. Но власти такой подход, конечно же, не одобряют. Они боятся оттока капиталов из страны, и поэтому снова начали банить биткоин. Если ролик был интересным, поставь лайк и подписывайся, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост.